Добрый день, в эфире Фактор ТВ, программа Ключевой Фактор. Мы продолжаем следить за важнейшими событиями в Армении и вокруг нее. Гость нашей студии, директор Института Кавказа Александр Искандарин. Александр Максович, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в эфир. Здравствуйте. На данном этапе, по-вашему, понадобилось это в лишний раз озвучивать? Потому что это глобально, а не новость. Это не только глобально, а не новость. На самом деле, мне не кажется, что господин Пашиняц сказал что-нибудь новое. Это он ведь не говорил о том, что вот объявляется программа заморозки. Он констатировал факт. Констатировал факт. Факт состоит в том, что отношения Армении с другими государствами ОДКБ, они действительно, ну так сказать, заморожили Армению с ОДКБ. Он реально не взаимодействует. Это, повторюсь, не новость, это давно существует. У отношений Армении с Россией мы видим просто в этих отношениях кризис довольно серьезный. В отношении других государств ОДКБ этот кризис существует с самого начала существования ОДКБ, собственно говоря. И это было сказано, как в том хорошем фильме говорилось, ничего личного. То, что поднялся вокруг этого вот такой вот хайп, то, что это стало таким, так бурно обсуждаться, это результат момента, а не того, что сказал или не сказал премьер Армении. Но сейчас это довольно остро воспринимается и в Армении, и в Москве с разными знаками. И это следствие, ну, скорее того, типа, стиля высказываний политических, которые есть в наших странах. Я не хочу углубляться, ради бога, если хотите, спросите, объясню, что я имею в виду. Но вообще все обсуждается в последнее время, особенно вот эта тематика, довольно бурно. И в этом смысле я думаю, что это, ну, очередная буря в стакане воды. А взаимоотношения Армении с ОДКБ, с Россией были в кризисе, есть в кризисе, и я не думаю, что этот кризис завтра прекратится. При этом Армения также, Николай Пашинян также заявляет, что российскую базу в Армении сейчас никто трогать не будет. Но параллельно нам известно, из наших источников, что Армения рассматривает вопрос вывода российских пограничников из аэропорта. Спикер парламента также публично уже говорил о том, что он поддерживает эту идею вывода российских пограничников. И, кажется, начинаются какие-то конкретные шаги в отношении армяно-российских отношений. Прошу прощения за тавтологию. Как, по-вашему, насколько у Армении есть ресурс продолжать вот эту политику отхода от России? И не ударит ли Россия в ответ очень больно? Я, ну, опять же, да, о том, что базу вряд ли будут выводить в ближайшее время для того, чтобы это сказать, для того, чтобы это понимать, что ее не будут выводить в ближайшее время. Пашиняна слушать не обязательно, это и так понятно. Во-первых, юридически эта база находится у нас по соглашению до 1944 года и вывести ее желанием одной из сторон невозможно по соглашению. Понятно, политика есть политика и все в этом мире случается, но до того, чтобы ее прямо отсюда изгоняли вопреки любой букве закона, а зачем, собственно говоря, это вряд ли. Что касается пограничников, разговоры о том, что пограничников надо из Армении убирать, причем почему-то в основном эти разговоры касаются именно аэропорта. Да, и это, кстати, тоже что-то показывает, да, ну, такую видимую часть, выпуклую часть, потому что люди, которые пишут на сайтах, выступают, говорят публично, выступают по телевидению и выступают в парламентах, они обычно летают через Зворкноц, они пешком границу переходят, да, это такой выпуклый видимый элемент этого дела. Может ли такое быть? Не знаю, пока все, что вы называете конкретным, это слухи. Может, может, наверное, изменит ли это очень сильно российские-армянские отношения, не думаю. Я вообще думаю, что вся сфера завязана на безопасность армяно-российских отношений, да, то есть это членство ЛДКБ, это российская база на территории Армении, это пограничники, это поставки вооружений, или сейчас надо говорить не о поставке вооружений, и так далее, она находится, ну, там серьезные проблемы со всей этой сферой. Россия провайдером безопасности Армении не является, это уже случилось. Она не является провайдером военных форм безопасности, на земле то, что называется, да, и она, в общем, не особо является провайдером безопасности в политической сфере. Есть политические методы обеспечения безопасности, этого тоже не происходит. Как минимум, с 22 года ситуация такова. Это проявление того, что у нас существует, и в этом смысле будут здесь пограничники в аэропорту именно, или не будут, я не думаю, что это изменит сильно ситуацию, да. Заявление господина Захаровой, статьи в армянской прессе, заявление армянских, экзотические заявления, давайте так скажем, армянских парламентариев, не менее экзотичные заявления из России, раздающиеся, это все не в счет, я не про это говорю, но серьезно, институционально, я не жду серьезных изменений. Будет ли Россия реагировать на такого рода вещи, то есть будет ли она, ну, наказывать, грубо говоря. Ну, для этого у него, строго говоря, у него для этого самый серьезный фактор, это экономика. Это закрытие Верхнего Ларса, это претензии, которые могут быть обращены к Армении по поводу продукции, которые из Армении поступают в Россию, да, такие сигналы мы иногда видим. Но, если представлять, что Кремль будет проводить рациональную политику, рациональную политику, повторюсь, да, а не эмоциональную, то обрывание и этой связи с Россией приведет к тому, что российское влияние в Армении уменьшится, а не увеличится. Соответственно, зачем это делать? Поэтому при продолжении примерно той линии, при которой это происходит сейчас, я не думаю, что будут серьезные очень изменения. Вы знаете, я только что, буквально, вот совсем несколько дней назад, участвовал в неком семинаре, который проводили вместе с российскими коллегами здесь, в Ереване, с российскими коллегами, политологами, и говорили вот о российско-армянских отношениях. Интересно то, что они говорили. В общем, если позволено мне будет, я переведу с русского на русский, ну, там все говорит с другим языком. Они, в общем, говорят, ребята, вы формально архитектуру безопасности не меняете, из УДКБ выходить не надо, резких шагов делать не надо. А как вы себя ведете в реальном поле, ну, что поделать, все понятно. То есть важно чисто сохранить какой-то более-менее приличный с точки зрения Москвы фонд? Это, ну, так говорят они, это важно, не важно не в этом контексте судить, но то, что от России, Россия сейчас от нас хочет, как бы, это ведь вот это. Ведите себя прилично, ну, хорошо покупаете оружие у Индии, ну, мы же не поставляем его в оружие, ну, хорошо покупаете у Франции, ну, хорошо там переговоры пытаетесь сделать где-то на Западе. Окей, вы из УДКБ не выходите, из СНГ не выходите, каким-то образом формат сохраняете, архитектуры, да, этой, и слава богу. И это ведь совершенно не уникальное явление, на самом деле российские отношения с такими странами, как Кыргызстан и Таджикистан, они ведь примерно такие же. В случае, например, Кыргызстана еще ладно, а в случае Таджикистана давным-давно там в сфере безопасности такое серьезное присутствие Китая, что кто там, кого там больше, кого там меньше, это вопрос. Но, тем не менее, ну, ситуация вот примерно такой остается, потому что Россия очень сильно сосредоточена на украинском направлении, давай так назовем, да, ну, война идет в конце концов, да, и на всех остальных, ну, чтобы кое-как так оставалось, а там посмотрим. Вот что хотят русские по-настоящему от нынешней ситуации. Есть ли какой-то, тем не менее, риск, что при дальнейшей политике Армении вот в этом ключе, то есть публичные заявления о том, что вот с членового ДКП по факту заморожены более интенсивные контакты Армении с Западом, которые идут по нарастающей, мы видим вот приезд, например, министра обороны Франции в Армению и некоторые другие шаги. Переговоры на Западе, опять-таки, Армения будет превращаться для России в то, чем была Грузия в середине двухтысячных. Армения уже превращается в то, что была Грузия в середине двухтысячных до августа 2008 года. Это не риск, это уже реальность, и Армения для России партнер сложный. Не такой значимый. Даже не такой значимый, как Грузия в 2005 году или там в 2006 году до 2008 года, да, потому что тогда не было такой сосредоточенности России на какой-нибудь третьей проблеме. Не было Украины, украинской войны, там вот всего-всего вот этого, да, но в общем эту ситуацию мы уже там. Вы меня спросите, дойдем ли мы до того, чтобы у нас был 2008 год, это вряд ли. И географические источники, но надо понимать, что между Арменией и Россией находится Грузия. Грузия страна, в которой российского присутствия нет. Ну, пока нет, надо, вежливо надо говорить так, да, вдруг меня и грузины посмотрят. Те территории, которые контролирует грузинское правительство, в Абхазии и в Южной России, эти российские войска есть. Но на той территории, которая контролирует грузинское правительство, ее нет и их, и в Азербайджане, в общем, нет, по большому счету, да, несмотря на миротворцев и так далее. То есть в целом не думаю, что такое может повториться. А то, что у нас кризис в отношениях, это довольно очевидно. Также у нас, вот, разве, вы говорите о том, что Россия должна, Армения, прошу прощения, должна, ну, некоторые правила соблюдать, то есть не выходить из СНГ, ОДКБ и так далее и тому подобное. Но как, по-вашему, вот, сближение с Западом и армянский диалог с Западом, который сейчас ведется, может ли создаться такая ситуация, где на Западе, грубо говоря, попросят определяться, либо вы с нами, либо вы не с нами? Я стараюсь вообще не говорить модальными глаголами и должна, я не говорил. Я говорил, что русские, что официальная Россия, Кремль, да, люди, которые выражают мнение официальной России, они говорят так, что России нужно так, на мой взгляд, сейчас Россия, я имею в виду, конечно, официальную Россию, да, в России разные мнения на эту поводу, по этому поводу есть. Соответственно, что значит должна, эти решения принимаются на уровне правительства, на мой взгляд, иногда они принимаются не очень релевантной ситуации, а иногда релевантной ситуации, но говорить о том, кто кому должен, я просто не могу. Что касается того, может ли это довести до ухудшения ситуации, может, может, может ли это довести до катастрофы совершеннейшей, нет, не думаю. Я вообще не думаю, что сейчас, во-первых, что, две вещи я не думаю, первое, что Армения является таким важным, важной составляющей внешней политики для России, чтобы на это были серьезно, правильно, какие-то серьезные силы, усилия, ресурсы и так далее, да. Это известно представителям моей профессии, что любой регион мира изнутри видится больше, чем он снаружи. Вот мы себе кажемся гораздо более важными, чем если на нас, чем для тех, кто на нас смотрит извне. Южный Кавказ не вполне центр мира, скажем так. То есть, во-первых, меньшая значимость, это иногда хорошо, иногда плохо, в данный момент скорее, скорее хорошо, чем плохо. Степень важности не такая, чтобы серьезные усилия предпринимать. Во-вторых, ну я не думаю, что сейчас для России рационально создавать себе какие-нибудь вторые, третьи и пятерные фронты на других участках, кроме, кроме собственно украинской. Ведь эта война идет в Украине, конечно, но конфликт-то для России, он чрезвычайно важный. Это конфликт России с Западом. Конфликт шире, чем война. Россия, воюя на Украине, конфликтует далеко не только с Украиной. Если бы не было Запада в этой войне, ну война бы, правда, была бы спецоперацией и могла бы закончиться за два месяца. Это не так. Соответственно, вот на этом фоне, чтобы вот привело к тому, что ситуация привела к тому, что открывались бы какие-то серьезные проблемные вот вещи на других направлениях, ну вряд ли кто-нибудь это будет делать, а что отношения могут иметь вот эту синусоиду, могут иметь, но это, знаете, это уже грех, извините, пожалуйста, грех вашего брата-журналиста. Ну, обращать внимание только на дискурсы нельзя. Нужно обращать внимание на дискурсы, нужно внимательно смотреть, что люди говорят. Но кроме того, что они говорят, нужно еще смотреть, что они делают, каким образом реально развивается ситуация и так далее. И если смотреть на всю ситуацию в целом, то она не так остра, как это видится, если просто читать газеты и смотреть телевизор. Вот мы смотрим на ситуацию в целом, мы видим, что российское присутствие в армянской экономике, оно никогда не делалось, наоборот. Оно развивается, есть российский капитал в будущем проекте Амусары, например, и некоторые другие проекты. Сейчас не будем все перечислять. Вот все-таки, с одной стороны, это кажется странным, когда ты смотришь за логикой дискуссии армянской, которая идет, и смотришь на некоторые шаги в экономике. Но, с другой стороны, может ли это быть, грубо говоря, таким обманным маневром для того, чтобы не слишком злить Россию, пока ты идешь по западному треку? А не нужно так внимательно смотреть и следить за армянскими дискурсами. Они часто характеризуют людей, которые эти дискурсы выпускают в мир, чем, собственно, ситуацию. Более того, так бывает примерно в 99,9% случаев. То есть, вы спрашиваете, может ли это быть специально, могут ли эти шары быть специально заброшенные, мы, извиняюсь за диалогизмы, с тем, чтобы проверить реакцию, с тем, чтобы на самом деле проводить другую политику. Не думаю, но это не имеет большого значения. В той ситуации, в которой Армения находится, руководство Армении пытается работать на разных направлениях. А иногда оно делает это топорно, иногда это, ну, у нас характерно для наших элит, что чуть ли не все делается в прямом эфире. Понимаете, противоречия с Россией ведь были всегда. Всегда они были. Ну, вспомним продажу оружия Азербайджану на миллиарды долларов, вспомним этот самый, 13-й год, этот знаменитый, когда Армения резко развернула свое предпочтение и не стала вступать в ассоциативное соглашение. Много претензий было всегда. Они по-другому решались, они Килейн или не решались. Килейн таким бюрократическим путем, за закрытыми дверьми, чаще всего это было таким образом все. Сейчас все в открытом эфире. Стиль изменился. И стиль изменился, потому что люди поменялись. Другой тип политики. Кстати, это далеко не только армянское явление. Да, вот все эти вот популистские дискурсы, это не только у нас. В России, в свою очередь, так как украинская война, то с очень серьезной ревностью воспринимается все, что происходит на постсоветском пространстве. То есть, на том пространстве, которое Россия считает сферой своих интересов, любое упоминание Запада, оно иногда приводит в истерику каких-то людей в Москве. Ну, так война идет. В общем, понятно. Ну, давайте попробуем сравнить, ну, например, с армянской реакцией на то, что происходит в Турции. Или на то, что происходит в Азербайджане. Ну, остру очень. И реакция на это острая бывает. И там это остро. А в реальности ситуация может быть разной. Синусоиды это продолжает вот так, так, хуже обсыдаются. Да, ну, вот хуже, лучше становиться там. То есть, а вот это... И это будет продолжаться. Дойдет ли, в конце концов, до вообще полного разрыва и так далее. Я вот смотрю на постсоветское пространство, и я не вижу таких примеров даже. Даже в Грузии не так ведь. Это не так, что все с России оборвано. Экономическое присутствие, между прочим, увеличивается в Грузии сейчас. И в Грузии тоже есть люди, которые примерно вот на таких же разговорах в грузийских эфирах говорят, а вот что теперь, вы полностью России продались или не полностью? И так далее. Но чтобы где-то происходило что-то вот резкое, я нигде не вижу. Кроме, между прочим, тех стран, в которых это происходит тихо, спокойно, тихо, и сапой, без шума, без гамма. И эти страны от России уже практически не зависят, практически совсем. Но это другие случаи. А тут это просто свойства таких дискурсов. Спасибо большое за интересную беседу. У нас в гостях был директор Института Кавказа Александр Искандарян. Спасибо, оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»